На протяжении восьми дней международный фестиваль «Белая вежа» радовал, удивлял и вдохновлял гостей и жителей Бреста. Влюблял в себя и привлекал новых ценителей театрального искусства, давал повод задуматься критикам. Замечательный спектакль. Из Москвы приезжал театр «Ачо» «Это всё она», где минималистичная, очень точная, лаконичная режиссура позволила раскрыть все подтексты пьесы. Прекрасная артистка из Армении, которая представила бывалицу на Рене, очень интересно работает с пространством и с фактурой собственной актерской, потому что она же оказалась режиссером спектакля. Любопытный тоже вообще армянский театр представлен любопытными работами. Номер шесть по Чехову, хотя там инсценировка Чехова довольно сильная, любопытный ансамбль оказался. Это замечательно, что на фестивале есть такое разнообразие форматов, на которые зрителям может быть интересно прийти. Поэтому фестиваль рассчитан на довольно большую аудиторию, которая может заинтересоваться тем или иным видом представления. Зрители с нетерпением ждали каждой из 28 спектаклей от 24 театральных коллективов. Драматические, музыкальные, уличные театры и театры кукол из девяти стран мира создали по-настоящему творческую праздничную атмосферу для гостей и жителей Бреста. «Максимально мы постарались сделать то, что мы планировали. Оно получилось. Столько получено эмоций, заряды энергии. На целый год у нас есть энергия для того, чтобы работать, творить, радовать наших брещан». Завершающим спектаклем фестивальной афиши стала работа под шубки Республиканского театра белорусской драматургии из Минска в режиссуре Евгения Корняга. Зрители не сомневались, что увидят как минимум нетривиальную и волнующую постановку от обладателя диплома за лучший спектакль прошлого года. Это вторая часть «Шлюба с ветром». То есть их планируется три части, три спектакля по белорусским народным песням. И первая часть была свадьба, вторая часть это рождение ребенка, третья часть это будет смерть. Здесь спектакль сделан без слов, без диалогов, только с помощью белорусской народной песни. И спектакль поставлен так, чтобы его смотреть два-три раза, то есть выучить текст полностью. После показа разрешилась главная интрига. Были названы победители фестиваля «Белая вежа». Ими стали спектакли Эсмиде Бишкекского городского драматического театра имени Умуралиева. Дурман или игра воображения датско-российского театра «Диалог», подшубки Республиканского театра белорусской драматургии, моноспектакль «Буйволица» из Армении, старосветские помещики Гродинского областного театра «Кукол», а также «Это все она» творческого объединения театра «Чо» из Москвы. После награждения с почетной эмиссией закрытия фестиваля выступил глава города Александр Рогачук. Я очень признателен гостям из восьми стран, которые приехали к нам. Мы отдаем себе отчет, что для некоторых из них приехать к нам в Беларусь – это даже не гражданский поступок. Это подвиг. И мы запомним настоящих друзей нашей страны и нашего города. Мы благодарны этим 300 артистам, которые на этой сцене показывали свое мастерство. И мы сделаем все возможное, чтобы 27-й фестиваль был еще ярче.